Здравствуйте! Вы смотрите программу «Моя планета» в студии Марии Шматковой. Сегодня мы продолжаем цикл программ, посвященных нашим замечательным выпускникам. И сегодня в нашу студию пришли выпускники разных лет гимназии номер 4 вместе с заместителем директора по воспитательной работе Людмилой Павловной Маркеловой. Здравствуйте, Людмила Павловна! Здравствуйте, ребята! Позвольте сегодня обращаться к вам именно так. Вы в разное время закончили школу. Сегодня хотелось бы, конечно, чтобы вы поделились своими воспоминаниями. Недавно прошел вечер встречи выпускников. Конечно же, рассказали о том, как сложилась ваша жизнь после окончания школы. Но сначала, Людмила Павловна, расскажите вы о вашей гимназии, конечно же, о ваших замечательных учениках, которые по прошествии 11 лет выпускаются из стен гимназии и становятся вашими выпускниками. Да, чему мы, конечно, очень рады. Это всегда очень приятно, когда наши ученики возвращаются к нам в школу, к своим любимым учителям и сами становятся учителями, которых очень любят дети, родители и коллеги очень уважают. Но сегодня в нашей студии вот не случайно именно эти ребята, потому что все они трудятся сейчас в родной школе. Учителя разных предметов. Еще, кстати, у нас двух нет, потому что учитель математики у нас Обухова Екатерина Александровна в декретном отпуске. У нее уже двое деток. И еще у нас Елена Александровна Казачук. Не смогла сегодня прийти по семейным обстоятельствам. Тоже учитель английского языка. Так что у нас семь выпускников. Трудятся в школе. Вот как Вы считаете, чем школа так их притягивает, что даже расставшись с ней, казалось бы, навсегда, на выпускном вечере, они снова спешат не вернуться? Ну, во-первых, это любовь к детям. Всегда. Потому что они... Без этого нельзя работать учителем. Это, во-первых. А во-вторых, любовь к своей гимназии. Они возвращаются с желанием и работают, трудятся с желанием. Когда молодые педагоги, это очень здорово. И нам бы хотелось, чтобы их было еще больше. Поэтому и сейчас у нас есть пресенденты. Педагогические вузы поступать из наших выпускников. И в прошлом году у нас были такие. Так что мы очень этому рады. Яна, Вы в 2003 году окончили гимназию. Вот какими были для Вас школьные годы? Что вспоминается сегодня по прошествии стольких лет? Ну, я, наверное, могу сказать, что школьные годы были довольно веселые. Я и с Людмилой Павловной. Мы много проводили времени вместе, когда я училась в школе. И вернуться, для меня, наверное, и для всех было неожиданностью большой вернуться в школу. Я не планировала. Но вернулась и, скажу честно, очень довольна, очень рада. И очень приятно, когда возвращаешься в коллектив, который ты уже более-менее знаешь. Потому что много учителей осталось, которые работали еще, когда я училась. И, в общем, это ощущение приятное. А вот вернуться в школу, ну, в новом статусе, да? Все-таки в новом статусе. Одно дело, когда ты приходила каждый день туда в статусе ученицы. А другое дело, ты вошла уже в двери родной гимназии, но в статусе учительницы. Что чувствовала в первый свой рабочий день? И как дети принимали тебя? Ну, в первый день, конечно, было очень волнительно. Прямо очень-очень. Не понимаешь до конца, наверное, что ты теперь по другую сторону. Ну, вот волнение, да. Но приятно, честно сказать, мне кажется, если бы я пришла в какую-то другую школу, не в свою в первый день, это было бы гораздо труднее. Потому что все-таки тебя как-то и поддержали, и помогли, и все подсказали. Знаешь, куда идти, знаешь, где что делать, как-то это попроще, наверное, все-таки. А так, да, волнение, конечно, безумное. 15 лет назад ты окончила школу, юбилейный выпуск. Встречались ли и поддерживаешь ли ты связь со своими одноклассниками? Ну, не со всеми, конечно. Мы встречались, наверное, первые 5 лет так большими группами. А сейчас, ну, у всех дети, у всех уже семьи, поэтому не у каждого получается прийти. Да, но встречаемся, наверное, только с теми, с кем дружим до сих пор. А так, чтобы большой компании нет, на 15 лет тоже, к сожалению, не получилось. Людмила Павловна, у вас развито наставничество? Наставничество. Ну, естественно, ну, в какой-то мере, как классный руководитель, это я, конечно, оказываю помощь, кому это необходимо. Ну, и стараемся им на первое время особенно помочь. И, кроме того, учителя-предметники, ну, в качестве, вот, наставника английский язык или географии обращаются к более опытным учителям. А с какими вот трудностями сталкиваются молодые педагоги, современные и те, когда, вот были вы, например, молодым педагогом? Ну, сейчас дети более такие, знаете, ну, раскованные, можно так сказать. Они, если раньше, ну, авторитет педагога, это было просто, ну, как, беспрекословное подчинение, то сейчас нужно найти общий язык с ребятами, нужно жить их жизнью, нужно знать всё современное, что у нас происходит в стране. Ну, вы считаете, вот им сейчас сложнее, чем когда-то было вам? Сложнее, потому что очень развитая у нас молодёжь сейчас растёт. И родители их, молодые в основном, тоже очень интересные люди, которые интересуются очень многим. И с ними нужно тоже знать, как уметь разговаривать. Найти подход. Найти не только подход, но и вообще, в общем, следить за всеми новостями, происходящими в стране, и не только в стране, но и за рубежом, чтобы суметь детям ответить на все их вопросы, которых их очень много бывает у детей. Мария, вот ты уже с детства, ещё со школьницками решила, что станешь педагогом? Ну, вы знаете, на самом деле это был очень такой сложный путь. Изначально, где-то в средних классах, да, я мечтала стать учителем, я играла дома в школу. Мама всегда даже смеялась, говорила, что вот будущий педагог растёт в семье. Ну, ближе к переходному возрасту мнение поменялось, мечтала стать психологом. Но вот как-то так, уже в 11 классе, тут поворотную такую решающую роль сыграла моя учительница русского языка, это Туманова Галина Петровна. И именно благодаря ей, просто вот в какой-то момент я решила, что я хочу быть учителем русского языка и литературы. Что же такое произошло? Ну, её уроки, они были особенными. То есть вот она такой, она действительно учитель с большой буквы. Она умела заинтересовать всех. К сожалению, сейчас она уже в школе не работает, но приходит к нам и на День учителя, и на праздники. Я очень рада её видеть, и всегда говорю спасибо за все её знания, за все уроки. Действительно, это педагог, вот, ну, мастер своего дела. Она умела и уроки литературы превратить во что-то необыкновенное, захватывающее. Причём участвовали все, кто был в классе. Активно работали. И то же самое с русским языком. Всегда всё понятно, доступно. Вот почему-то захотелось тоже деткам передать вот всё то, что мы восприняли от неё, наверное, так правильно сказать. Какими вы вспоминаете свои школьные годы? Ну, вы знаете, наверное, действительно с большой теплотой. Никаких курьёзных случаев таких не было. Действительно, всё было очень весело. Много разных и мероприятий в школе проводилось в наше время, и сейчас проводятся точно так же. Именно мероприятия, которые настроены на сплочение коллектива. То есть мы дружили параллелями, независимо от кого, кто старше, кто младше. Мы знали всех друг друга, и с охотой помогали друг другу. Старшеклассники помогали нам там рисовать какие-то плакаты, декорации, всё, что можно. И мы им помогали. И действительно, вспоминаешь с теплотой. До сих пор вот встречаемся, вот буквально вечер встречи был. Как бы со многими не виделись давно. Были очень рады увидеться, поспоминали, как мы там где-то обсуждали, что-то готовили вместе. Очень приятно. Такие тёплые, действительно душевные воспоминания, как о втором доме про школу. Людмила Павловна, ну вот четвёртая гимназия, ещё отличается тем, да. Наверное, мы достаточно часто приезжаем на разные ваши мероприятия. Мы, конечно, видим, с какой теплотой всегда приглашаются и всегда присутствуют на всех ваших знаковых датах. Это ветераны. Да, и наши педагоги. Педагоги, педагоги-ветераны, и ваши выпускники, и все друзья школы, они стремятся вернуться туда снова и снова. Потому что это, наверное, большая дружная семья. Ну, потому что это наш дом и их дом. Несмотря на то, что они уже сейчас не работают, они всегда с удовольствием, мы всегда их звоним, приглашаем. И всегда в курсе, как они живут, что у них случается в жизни хорошего или же плохого, какая нужна помощь. Не оставляем своих учителей, работающих в школе раньше. И про Марию Андреевну я что хочу сказать, что вот у нее, наверное, как раз и были задатки педагога. Потому что она, ну, года два, по-моему, или даже три была старостой класса. Я прекрасно помню, как она здорово справлялась с этой своей обязанностью. С удовольствием прямо. И это очень здорово у нее получалось. И я, честно говоря, на нее смотрела, думаю, ну, растет будущий педагог. И не только педагог, это руководитель. Вот так оно и получилось. И я вот ей желаю расти и в дальнейшем, как руководитель, потому что все задатки, все у нее к этому есть. Вы, глядя сейчас на вчерашних детей, на их успехи, вот что вы чувствуете? Радость. Я счастлива, что я до сих пор работаю в школе. Знаете, вот очень устаешь, конечно, но вот такая отдача, такой вот вечером даже, ну, ой, как устала. Утром устаешь, скорее, скорее в школу. И на что муж всегда говорит, ну, конечно, у тебя неизвестно, какой дом твой, школа или наш. То есть какой больше и роднее. Ну, все-таки это всегда так было. Педагоги большую часть времени проводят на работе. Да, даже и дома они всеми мыслями. Всегда, да. Только о школе, о учениках, о уроках. Любой из вот сидящих здесь и уходит домой, никогда у нее голова не свободна от детей, от родителей. Потому что это звонки, это вопросы, что, чего и как обязательно вечерами. Ну, нет свободного времени в таком плане. Валентина, вы тоже являетесь педагогом в гимназии номер 4. Вот ваша семья как отнеслась к выбору вашей профессии? В данный момент моя семья – это моя мама и я, к сожалению. Но мама, если будем откровенны, была в шоке, потому что я никогда не говорила о том, что я хочу быть педагогом. Ну, работая с детьми давно, ну, это частные уроки, но я заканчивала вуз как лингвист, я переводчик-референт, работала очень во многих компаниях. Я не думала, что мое призвание будет именно педагогика. Но когда я пришла, ну, спасибо Людмиле Павловне, Людмиле Эдуардовне, и после первого урока я пришла домой и сказала, что все, я ухожу с работы и буду учителем английского и итальянского языка в нашей гимназии номер 4. Поначалу был страх определенный, как дети воспримут, тем более, что молодая, многие родители могут подумать, что молодая, что может дать детям. Но уже после первого урока, конечно же, ну, я поняла, что дети и я, это, ну, одно целое. Ну, и спасибо родителям, конечно, потому что очень многие тоже... Ситуации бывают разные, но благодаря вот коллективу, что можно всегда с любой проблемой обратиться, и тебе всегда помогут, и плюс дети, и родители. То есть это командная работа, не бывает командной работы, если это все, ну, работает одна команда, нужно, чтобы это было обоюдно, и слава Богу, все сложилось, ни о чем не жалею. Огромное спасибо только коллективу, детям, родителям. Ну, и я думаю, что впереди светлое будущее. А есть такая вот ностальгия, когда идешь по родной гимназии, вспоминаешь, вот в этом кабинете мы там тут шалили, тут прогуляли, тут что-то. Ну, во-первых, было все равно легче приходить в тот коллектив, где тебя вырастили. Это всегда легче, и, безусловно, то есть не было вот этого момента притирки, да, с коллективом. Все знали мой характер, я знала уже характер чей-то, да. Ну, и, конечно, ностальгия, очень часто можем собираться за чаем, тортиком, я любительница принести что-то вкусное, вот, и повспоминать, конечно, какие были школьные годы. А какими они были, Валентина? Ну, у меня прекрасными, потому что вот институтские, вот в свои времена какие-то, я не очень люблю, они были не такими. А вот школьные годы, да, они были веселыми, несмотря на то, что я была отличница, старалась не шалить. Ну, прогуливала, да, прогуливала, было дело. Но именно учителя, ну, они в понимании относились к нашим шалостям, поэтому и встречи проходят очень теплыми. К сожалению, у меня не получается присутствовать очень часто на встрече выпускников, но с коллективом мы видимся каждый день, поэтому, ну, нет времени заскучать. Понятно, что за плечами институт, школа, да, но вот все-таки, если положить на чашу весов, вот что дала именно школа для тебя? Ну, для меня, в принципе, самое важное, наверное, это взаимовыручка, человечность, безусловно, любовь к детям. Но вот именно вот сейчас, в принципе, в нашем веке очень тяжело найти человека, который поможет, да, который именно может проникнуться проблемой какой-то и подать руку. А школа именно привела это, и что школа – это семья, поэтому это, безусловно, любовь, забота, взаимовыручка и помощь. Ну, все эти, наверное, такие, может быть, высокопарные слова, но именно я считаю, что школа, ну, по крайней мере, мне именно это дала. И, безусловно, дружбу, настоящую дружбу, потому что школьная дружба, она, ну, выше, чем уже потом мы находим свои какие-то друзей и так далее. Ну, и, безусловно, в коллективе. Школа меня сейчас учит, как работать в коллективе, потому что все мы тоже люди со своим темпераментом, характером, но работа в коллективе, мне кажется, у нас прям получается. Сколько я бываю на родительских собраниях, присутствую, и родители всегда, ну, с большим уважением говорят об этом учителе, потому что им очень нравится, как она с детьми владеет предметом, как она умеет с детьми обращаться, понимает их очень. И дети отвечают взаимностью, родители тоже, естественно, если детям хорошо, то и родителям хорошо. Правильно? Вот, так что я думаю, что скоро она у нас будет больше вести часов, и такой интересный еще итальянский язык. В нашем списке сдачится еще и учитель физкультуры. Евгений, это вы. Как же ваша история сложилась после окончания школы? Я, наверное, тот единственный, кто не заканчивал педагогический вуз. Я всю жизнь, наверное, с двух лет играю в хоккей, и поэтому пошел в спортивный вуз. И вот когда была практика на первом курсе, тогда я уже, поработав первое занятие с детьми, я понял, что только в школу. Либо тренером, либо в школу. Ну, вот так получилось, что Ирина Николаевна Кузнецова позвонила, позвала, ни секунды не раздумывала, сразу пришел. А вот что дает школа, что вот как бы все остальное отлетается на второй план? Вот ты говоришь, только в школу? Ну, любовь, наверное, в школе. Остальное, не знаю, честно, что дается еще. Или все-таки это уникальная возможность снова и снова каждый день возвращаться в свое детство и чувствовать себя, наверное, не взрослым и серьезным мужчиной, а немножечко таким шаловливым ребенком? Ну, это тоже, да, вполне возможно. Всегда приятно, ну, повернулся в детство, иногда не хочется даже было взрослеть, приходится. Как договаривался с ребятами, как находил к ним подход, какие у тебя с ними взаимоотношения, насколько спортивные теперь гимназисты? Ну, с этим проблем не было. И взаимоотношения сразу, прям с первого дня я понял, как надо общаться. Все-таки не так давно сам закончил, и еще где-то, так скажем, на их волне играю. Поэтому проблем никаких не было. Что бы хотелось пожелать своим учителям, тем, кто столько лет вкладывал в тебя всю свою душу? Пожелать хотелось бы, самое главное, здоровья, а сказать большое-большое спасибо. Потому что, когда вот возвращаешься и видишь их улыбки, их радость, понимаешь, что не зря ты вернулся. Ему не нужно находить подход к детям. У него это настолько естественно получается, что просто удивительно. Вот как будто он, ну, действительно, вот, хоть он и не говорит, что не думал быть педагогом, но у него это здорово получается, понимаете? Дети просто его обожают. Просто обожают. Потому что Евгений Александрович, ну, он, во-первых, сам по своему характеру очень жизнерадостный, очень такой положительный человек. Ну, не знаю. Просто я не представляю, чтобы дети его там не слушали, как-то его обижали. Нет, не представляю. Настолько это вот обоюдная любовь. Мне просто очень радостно смотреть на него и работать рядом с ним тоже. 24 года вы трудитесь, Людмила Павловна, только в 4-й гимназии. Так, конечно же, педагогический стаж гораздо больше. 47 лет. 47 лет. Это педагогически, да. Даже не верится, правда? Ну, конечно. Годы так быстро пролетают, не успеваешь заметить. Что бы вы сегодня хотели бы пожелать всем учащимся, всем выпускникам вашей школы, всем родителям, всем тем, кто хоть раз переступал порог гимназии номер 4? Удачи пожелать. Всем удачи. И здоровья, здоровья, терпения. Потому что нужно быть здоровым. Детям нужны здоровые учителя, чтобы они не болели. Значит, нужно все-таки следить за своим здоровьем, терпением. И, ну, любовь у них есть к детям. Этого я уже желать не буду. Они все любят детей очень. Поэтому вот удачи. Чтобы у них сложилась семейная жизнь еще хорошо. Потому что они молодые у нас еще. Чтобы у них все было хорошо и на семейном помощи. Потому что это тоже очень важно. Ведь жены или мужья учителей, они такое терпение должны иметь. Очень большое. Потому что учителя – это все фанаты своего дела. Если они по-другому относятся к своей работе, то это уже не учителя. И они в школе долго не держатся, быстро уходят. А у нас коллектив сплоченный. И, ну, так сказать, которые работают вместе много лет уже. И я думаю, наша молодежь будет продолжать наше дело. Спасибо вам огромное, что нашли время и пришли сегодня в нашу студию. Я желаю вам успехов в работе. Конечно же, хочу вам сказать одно – мы гордимся своими выпускниками. Спасибо, что вы у нас есть, что вы такие замечательные. И продолжаете дело своих наставников. Спасибо большое. Спасибо. Вы смотрели программу «Моя планета». Верьте в себя, и у вас все обязательно получится. Пока.